Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская и если ты еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайся. Нажимай красную кнопку подписаться внизу под этим видео и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Сегодня я бы хотела протестировать новое приложение, которое определяет наличие в вашем доме призраков или в какой-то либо другой местности призраков. Это видео я увидела на канале Алоэ Вера, которая обнаружила у себя в квартире в шкафу призрака, пользуясь именно этим приложением. И сейчас я тоже хочу попробовать узнать, что же происходит в моей квартире и есть ли в ней призраки. Потому как на моем канале, когда я только начала записывать видео, два месяца назад я вызывала, по-моему, то ли пиковую даму, то ли что-то в этом вроде. И с того момента у меня начались происходить какие-то разные потусторонние какие-то ситуации. То есть что-то где-то падает, что-то где-то скрипит. Мне постоянно кажется, что за мной кто-то следит, что где-то ходит. И дабы себя успокоить и заодно, как я уже повторюсь, протестировать приложение, сейчас я прогуляюсь по своей квартире в поисках духов, если они здесь есть. Подписывайся на мой канал, а мы начинаем. Итак, ребят, вот это самое приложение, которое я сейчас открываю впервые вместе с вами. Нажимаем разрешить. Называется оно Ghost Detector, то есть детектор духов. И, собственно, на экране у нас появляется вот такая шкала, где желтая это минимум, а красная это максимум. То есть там предел, то есть там возможно 100% обнаружение потусторонних сил. Итак, для того, чтобы начать, я должна что-то здесь нажать, включить, собственно. По-моему, сейчас я включила. Погодите. Итак, друзья, здесь пока все спокойно, на минимуме. Давайте отправимся с вами в другую комнату, где всегда мне кажется, что кто-то ходит. А, собственно, это та комната, где я сейчас делаю ремонт. Я только начинаю о ней говорить, как детектор зашкаливает, просто зашкаливает. Ну, давайте же отправимся туда. Так, мы двигаемся как раз в ту комнату. Пока все минимум. Хотя здесь я тоже часто, очень часто наблюдаю то, что... Тут, ну, движения какие-то. Мне очень не нравятся эти движения. Блин, я приближаюсь к этой комнате, и реальная стрелка растет. Ба-а-а, я тут... Ребята, заходим. Все, ребята, здесь зашкаливает. Реально здесь зашкаливает три. Пойдемте углы посмотрим все. Ребята, конкретно вот этот угол. Сейчас я посмотрю получше. Вот в этом углу явно что-то есть. Ребята, я хочу сейчас... Вот мы находимся в детской комнате. У нас здесь очень много потусторонних явлений происходит. Собственно, одно из них – это то, что здесь постоянно перегорают лампочки. Я их постоянно меняю, а они постоянно перегорают. И остается только одна лампочка. Я сейчас проведу здесь небольшой тест. Димина кроватка. Два, три, четыре, пять. Димина кроватка, ребята. Это что-то странное. В шкафу все нормально. Давайте, может быть, заглянем под кровать. Реально, Димина кроватка. Что-то с Диминой кроваткой, ребята. Что-то здесь происходит с Диминой кроваткой однозначно. Но реально что-то происходит с этой кроваткой. Блин, я реально, вообще, я вот, я так и думала, что так будет. Просто получается, что в Диминой кроватке, получается, что там самый большой сигнал духов и привидений. И вообще, ребята, если вы знаете, что просто, мне кажется, вот у меня на слуху осталось то, что, как бы, маленькие дети, они не так защищены. И они как портал для злых духов, которые пытаются проникнуть в наши миры. И я боюсь, чтобы Димочка не оказался таким, потому что мне кажется, что около его кроватки какое-то поле. Если вы знаете, что мне нужно сделать, обязательно напишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.